Заправка реактивного двигателя зелеными водорослями. Миф или реальность? В морской воде встречаются микроскопические водоросли, которые можно использовать для различных целей. От сельскохозяйственных и косметических до заправки реактивных двигателей. Согласно исследований, биотопливо из таких водорослей не уступает по своим свойствам топливу, полученному из нефти. Это дешевый источник энергии, неприхотливый к внешним условиям. Водоросли очень быстро растут, удваивая свой объем каждые 48 часов. К тому же, частота воды для их роста не особо важна. А важно лишь наличие самой воды и солнечных лучей. Питаются водоросли азотом и фосфатами, которые во множестве находятся в морской воде. Полученное биотопливо из водорослей способно полностью заменить нефтепродукты во всех сферах, используемых ныне человечеством. При его использовании значительно снижается количество выбрасываемого углекислого газа в окружающую среду. Важно то, что в отличие от других альтернативных источников энергии, для такого биотоплива не нужно производить замены двигателей и создавать новые промышленные комплексы. Это биотопливо уже сейчас доступно для внедрения и использования. Компания Univerf в городе Димон в Израиле запустила проект по развитию этой перспективной отрасли. Компания разработала систему HAVP для выращивания и сбора морских водорослей, которые растут в емкостях V-образной формы, в которых на водоросли максимально воздействуют солнечные лучи. Такая технология более экономически выгодна, чем выращивание водорослей в искусственных прудах. В следующем выпуске мы покажем еще одну эффективную технологию, позволяющую выращивать зеленые водоросли. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей использования биотоплива из водорослей. Если вам известны другие технологии, способны помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info.sobachka.geocenter.info с пометкой для климат-контроля. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий.